ищем интересные места забрались пока сами не знаем куда машину уже оставили дальше особо не проехать идем пешком все-таки gopro десятка мне нравится хорошая камера и звук стал гораздо лучше и вообще могу сказать что она стала моей основной камеры о оливки реально оливки я на самом деле не ка не видел как растут оливки а вот они просто растут а там сейчас проходили улей какие-то были дорога конечно здесь тоже красивая мы где-то прям высоко в горах забрались примерно часа полтора-два часа там талии ночью оливка как этот не съела что ли так теперь нам она нужен навигатор надо примерно надо идти туда а куда я еще не понял змеи змеи змея где змеи надо найти змей машина там нам куда-то куда-то туда надо вроде кай колючая чук колючих 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 а а вот еще оливки уля полезла куда-то на камни ты куда полезла горная красота не зря залезли здесь где-то есть вроде как водопады но не слышно наверное можете они весной или когда-то общем пока не слышу там обрывчик природа здесь очень много классной горы они сейчас весной они по-моему снежные вершины у них леса леса и сады выращивают оливки и вот здесь здесь мы нашли улей пчелки надеюсь не нападут но вообще места конечно капец необычные не так далеко на самом деле что такое полтора часа ехать это вообще можно сказать рядом надо еще полазить здесь до водопад по идее должен быть водопад но я думаю он все-таки весной наверно когда горные реки а сейчас он пересохший я полазим посмотрим сейчас на самом деле здесь потестил и гоупрох а плюс айфон и диджай и 2 плюс айфон удобная связка именно экшен камера и хороший телефон с хорошими камерами это наверно самое удобное самое полезное у диджайки и свои плюсы в гоупрохе свои вчера правда не взял карту памяти мне в итоге не хватило надо лезть куда-то туда куда мы пока не знаем как не знаем но полезть полезем совсем колючки не полезли сейчас еще тут по окрестностям пошаримся посмотрим куда здесь пролезть так здесь видно приезжают оставляют ульи оливки с оливковыми деревьями везде проводка для поливаний такой удаленный садик вот здесь ульи стоят там живут наверное да пчелки вон они летают к ним в гости мы наверное не пойдем не надо их тревожить не пойдет к пчелкам в гости точно чем и зря два часа ехали вот они пчелки хотят устроить нелегальную эвакуацию сидят на машинке у нас на развилке нашли кресло это наверно местная лесная остановка дорога туда дорога туда едем оттуда а здесь кстати до интернета нет связи нет у нас навигация не работает тогда запоминаем без дпс как без всего летчики пилоты пилоты ориентируются по креслам и синим камням вот что это такое кто знает вот такие вот черные штуки внизу с белой штукой много где уже видели кто знает напишите чуть такое в горах турции сегодня решил погулять немножко по парку парк осилывали отдыхает я тут гуляю один парке в турции очень классные красивые ухоженные организованные везде можно пожарить мясо отдохнуть посидеть такая штука руки помыть водичка водичка то доступно или так вот все есть диджай экшен взял с собой без медиамода просто камера просто в руках программной ветрозащитой вот для туристических вариантов телефон хороший смартфон хорошими камерами плюс какая-нибудь экшен камера в дополнение и как туристический вариант не для там каких-то экстремальных съемок мне кажется это очень здорово и удобно в этом плане диджай к как раз неплохо подходит еще водичка тоже проверим работает обалдеть все работает все работает все доступно деревья пронумерованы если найти железку в принципе можно вот так крепить камеру она не переворачивается 4k по крайней мере но допустим видео для инстаграма можно снять давайте все-таки сравним ширик на айфоне шириком широким углом на диджай экшен 2 по-моему вот на экранчике примерно одинаковую глазу не хотя у диджай экшен больше больше видно дать пройдусь для того чтобы затестить стабилизацию самому интересно надеюсь звук у меня будет нормально записываться потому что все-таки ветерок есть микрофон и без ветрозащиты ну то есть программная только работает вот так спокойном режиме сегодня у меня тест камер для стандартного режима как как туристические камеры но на самом деле при всех в кавычках минусах диджай для меня в ней минусов нет перегревом я проблем не испытываю мне камера действительно нравится ну очень красиво не знаю может ли передать камера но живу это прям офигенно вроде ничего такого деревья сверху снизу водопад мостики но место реально красивая тут куда-то ступеньки прям наверх куда-то высоко-высоко и очень-очень такие крутые что нам стоит забраться до диджайка реально тут с камерами с двумя лезть а зацепился майкой так вылазил короче здесь прям довольно высоко можно забирать ступеньки такие очень каменные крутые сейчас немножко влажность надо прям аккуратно чуть диджейка справляешься в общем лес лес и что вы думаете я нашел наверху трансформатор я нашел трансформатор да здесь водопад можно сверху единственно аккуратно надо не подскользнуться чтобы он туда не улететь кафешка сейчас не действует не сезон но чем хорошо не сезон я сколько хожу за все время встретил по моему пять человек сейчас подумал интересная пара экшн камера с телефоном можно реально где-нибудь ставишь когда один так гуляешь делать какие-нибудь проходики страны себя вот вот для этого вот кубик прям вообще мне кажется классно подходит в общем народ не в сезон понедельник это вообще мега прекрасно посещать такие места парковка ну парковка большая думаю мешает даже даже в сезон у меня тут мой дастер ждет хороший дизельный и машинка реально прикольная мне прям очень понравилось дизельный вариант полный привод здесь по горам уже полазил по внедорожью всякому диджайку потестировал в общем машинка меня приятно удивило место зачетное но протестировал попробовал походить поснимать в спокойном режиме с айфоном и диджайкой диджайка на подсъемках было поеду посмотрю помонтирую вообще насколько приемлемо раньше так особо не снимал но место прям зачетное хорошая красивая но вообще в парках я сколько был горных местах парков турции они все классные пока вот ни одного моем арсенале нет плохого и все что мне нравятся ухоженные по крайней мере таких заброшенных я не видел ну и дорога сюда тоже довольно такая красивая неплохая надеюсь айфончик справился и диджайка тоже не знаю а а и и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»